Музыка Музыка Красная горка Старинное славянское понятие, имеющее глубокий смысл Наши далекие предки верили, что у каждого человека есть свое родовое угорье, Красная горка, где покоятся души предков Позднее в таких местах воздвигали Божьи храмы, а на Радоницу, на Красных горках, устраивали тризны в честь покойных родственников Уже во втором тысячелетии до нашей эры по долине Пахры селились финно-угорские племена На территории музея-заповедника Подолье, в северной его части, недалеко от плотины, археологи обнаружили следы такого поселения Остатки Кремневой мастерской, многочисленные фрагменты керамических изделий свидетельствуют, что это одно из немногих поселений финальной бронзы, найденных в Южном Подмосковье Местность эта в старину выглядела иначе, чем теперь Уровень реки был метров на пять ниже нынешнего, поэтому левый берег был выше Прекрасные почвы травостой, близость воды, отсутствие ветра, все это привлекало наших предков Вскоре после монголо-татарского нашествия здесь поселились древние русичи Рассказывает археолог Михаил Иванович Гоняный В середине 13 века уже нашей эры, именно здесь же возникло село Подол Вот, и видимо, по всей видимости, северную часть села мы зацепили своим раскопом Найдены находки, характерные для 13, 14, 15, 16 столетий Железные ключи от цилиндрических замков, ножи, вот, украшения различные, обильный керамический материал Что очень радует и подтверждает наше предположение прошлого года Что подольчане, древние подольчане, они плотно торговались с Москвой Здесь большой процент московской посуды, изготовленной, видимо, в Заяузье, на Гостиной горе Там были керамические производства, целые цеха, серии горнов И вот те находки, которые вырабатывались в Москве, в устье Яузы И покупались древними подольчанами, и остатки этой посуды мы находим В старину это было тихое, укромное место Дорога на Москву проходила южнее, через перемышль Московский, в районе нынешнего Курилова Современный тракт появился не раньше 16 века В то время, как мы знаем, село Подол уже существовало Рассказывает специалист отдела культуры, краевед Эльвира Филипповна Сун Как показали последние историко-архивные исследования, проведенные нами зимой этого года И дополнительное изучение предыдущих материалов Это оказывается самая, можно сказать, старая, древняя часть города Вернее, это было село Подол или село Пехра Которое располагалось вместе с церковными строениями вот на этом месте Церковь была именно вот примерно на этом месте, где дом 26 и дом 28 расположены справа Церковь по датировкам последних документов, это начиная с 15 века То есть село Подол, оно сейчас датирует уже 15, 16, 17 век Церковь деревянная, а кладбище находилось метров 400-500 от этого места Да, первое известное нам кладбище находилось именно здесь, на этих холмах На рубеже 18-19 веков его перенесли отсюда на правый берег Куда ранее была перенесена церковь в воскресенье Село Подол расширялось В первую четверть 18 столетия в 27 дворах проживало 250 человек Через 20 лет в 1646 году дворов стало 40, а еще через полвека уже 70 Главной статьей дохода подольчан было обслуживание проезжающих через село купцов, служилых людей, путешественников Мост через Пахру в те годы крепился на сваях В зимнее время он разбирался Во время половодия работала паромная переправа Сотни подвод ожидали переправы на пароме по две, а то и по три недели Местные купцы предоставляли приезжим ночлег, места для лошадей и колясок После того, как село Подол стало городом Подольском В левобережной части, прозванной Закубанью, один за другим стали появляться купеческие дома с просторными дворами Само название Закубань произошло, вероятно, от того, что некоторые местные прасолы пригоняли с Кубани гурты скота К тому же низины у дороги весной заливала Пахра Подобно тому, как река Кубань при разливе затопляла низкие места Екатеринодара В 1864 году через Пахру построили деревянный мост, похожий на туннель Обшитый тесом, он имел в центре два отделения для проезда и два боковых для пешеходов В конце 19 века по нему в Екатерининскую пустынь провозили колокол весом в 16,5 тонн Специалисты утверждали, что мост мог выдержать более 100 тонн Простоял он здесь до 1932 года Наиболее предприимчивые местные жители Закубани заводили собственное производство Уже в начале 18 века вверх по Верейской улице, с левой стороны, работали два солодовинных завода купца Ивана Петрова Он же владел и кирпичным заводом, который находился здесь же, на левом берегу Позднее, с правой стороны от моста, купец Петр Кононыкин открыл пивоваренный завод Подальчане старшего возраста наверняка помнят выражение «идти на пивоварку купаться» В этом же месте находился собственный дом Сергея Егоровича Холостова Он владел кожевенным заводом, расположенным здесь же, на левом берегу На заводе работало 115 человек Сергей Егорович был женат Ольге Николаевне Поляковой Семья была большой и дружной И вот какое интересное совпадение Правнук Сергея Егоровича Холостова, Михаил Иванович Гоняный Ныне ведет археологические раскопки в Закубане В тех местах, где жил и работал его прадед Река Пахра в те времена давала и чистую питьевую воду, и обильный улов Со дна реки добывали песок для строительных работ А после войны устраивали купальни с вышками для ныряльщиков Старинные, тесно прижавшиеся друг к другу дома за Кубани Нижние этажи в них отводились под магазины, трактиры, чайные А верхние под гостиницы для постояльцев, жилье для хозяев Традиционный купеческий быт, добротность и уют Многие наверняка помнят большой деревянный дом, стоявший слева от моста, вот на этом месте Принадлежал он Щекиным по прозвищу Мокровы, потому что дом их в старину заливала река Он был построен в 1813 году Владелец, подольский бургомистр Семен Иванович Щекин Открыл в нем престижную по тем временам гостиницу В которой останавливалась дворянская знать В то время в Закубани, да и на правом берегу, можно было встретить немало Щекиных Помимо Щекиных Мокровых были Щекины Юркины, Щекины Кашеваровы, Щекины Ягузановы Сам город порой в шутку называли Щекинград До наших дней сохранились два двухэтажных домов, принадлежавших Щекиным Юркиным Первые промышляли лесом, скотом, имели свои скотобойни Содержали постоялый двор Во дворе их дома сохранилась стена старой конюшни Впрочем, конюшни здесь были почти во всех дворах По словам старожилов, в сутки через Подольск проходило до 500 ямщицких лошадей Летели тройки с седоками, звенели поддужные колокольчики Особенно славились своими выездными лошадьми и экипажами Щекины Кашеваровы Дом которых также сохранился На их лошадях любил ездить граф Сергей Шереметьев Владелец усадеб Михайловская и Остафьева, замечательный русский просветитель В конце 19 века подольским городским головой значился Петр Гаврилович Щекин Его сын Петр Иванович вместе с другим Щекиным Иваном Васильевичем Владели вот этим двухэтажным домом Благодаря усилиям замдиректора музея Подолья Ирины Владимировны Филевой И краеведа Ивана Сергеевича Юзбашева Собраны редкие дореволюционные фотографии Щекиных Изучены их родословные Почти все они входили в купеческое сословие Строго соблюдали традиции предков Петр Гаврилович Щекин явился одним из учредителей попечительского общества По презрению и приюту лиц, не имеющих крова и пропитания в Подольске И стал членом его правления В первой трети 19 века в Закубане появился большой каменный двухэтажный дом От купщика-виноторговца Савельева В начале 20 века дом принадлежал городской воинской управе И так случилось, до наших дней не изменил своего предназначения Около ста лет назад Закубань украсил еще один кирпичный дом Владелец которого, купец Алексей Васильевич Робинов Открыл на первом этаже магазин Ему же принадлежал и кирпичный лабаз Построенный чуть левее в середине 19 века После революции в доме Робинова размещалась биржа труда А когда в конце 20-х годов в городе покончили с безработицей В него въехал городской архив Документы архива, судя по всему, хранились в большом подвале под домом Выложенным подольским известняком Подвал был позднее засыпан Вход заложен плитами Обнаружили его совсем недавно И сейчас приводят в прежний вид Закубанцы славились своей силой По праздникам молодежь тешила себя кулачными боями Соперниками выступали жители правого берега Стычки происходили по обе стороны моста На берегах Пахры В драках запрещалось пользоваться любыми орудиями За это строго наказывали Подольск до того прославился кулачными боями Что любители их приезжали к нам даже из Москвы В Закубане на главной московской улице Помимо купцов проживали мастеровые Служащие, мещане Свой дом имели кровельщики Перевязкины Одна его половина принадлежала Матвею Логиновичу А другая Ефиму Матвеевичу В красных рядах находилась лавка Перевязкиных Строителем этого дома был Степан Иванович Колесников И его брат Иван Павлович Рассказывает его потомок Вера Алексеевна Амирова В девичестве Колесникова Держали здесь лошадей Из купечица выезжала и машин не было Выезжали на вокзалы и вызывали почту возили За город выезжали очень далеко Ну и вот этим всем всем А Иван Павлович служил тоже в управе В городской управе Местные извозчики и мастеровые после работы любили отдохнуть в чайной купца Кананыкина Она размещалась на первом этаже А на втором были служебные помещения На окнах дома с тех времен сохранились красивые наличники Наши предки ценили красоту Их дома украшали прекрасные самовары Сервизы Настенные часы Всевозможные статуэтки И многие другие произведения искусства А в красных углах стояли резные иконостасы В них по традиции помещались иконы Спасителя Богородицы И наиболее почитаемого святого Николая Угодника Три с лишним года В доме учительницы Кедровой Прожила семья Ульяновых Выбор дома Вряд ли был случайным Подольские учителя Почти все отличались Либеральными взглядами Икон в доме Кедровой Не держали И все же Ульяновы жили здесь неизолированы Известно, например Что к ним приходила играть в крокет Ольга Николаевна Холостова Супруга соседа предпринимателя Время неумолимо Многое с тех давних времен Безвозвратно утрачено Нет дома с пекарней Папира Что находился справа от моста Дома Холостовых Снесены владения Морозовых Ничего не осталось От дома Тиняевых Кормивших овощами весь город Он стоял чуть правее этого места Ветшают старые дома Закубани Их немного И каждый, по идее Должен стать памятником Охраняемым государством Ведь эти камни Могут многое открыть И нам И грядущим поколениям Которые вслед за своими Предшественниками Зададут вечный вопрос Откуда есть Пошел град сей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok